Она запхала ему игрушкового паука в нижнюю белизну и несколько раз вдарила по пятой точке и сказала этого паука не діставать до конца дня. И наступного дня она сказала, ну что ты паучок в дырочку залез. Я наступного раза запхаю майдали, або кроме лекаря никто не смог дістати великими щипцями. Как рассказывает Богдана, закончилась шутка одного из учащихся 11-й школы в Измаиле. Мальчик спрятал игрушечного паука в своем дневнике. Девушка еще долго перечисляет все, что ей и ее одноклассникам приходилось слышать от своего классного руководителя. Часть любезностей школьники записали. Сказывается конфликт между педагогом и школьниками и на их успеваемости, говорят девятиклассники. Рекорд пять единиц в журнал за одно невыполненное домашнее задание. Она поделила класс на детей любимчиков, на детей, которых она ненавидит. Она начала детям запрещать с нами общаться. Она начала нас обзывать и матами. Новенькая девочка, она и матами нас обзывала. Говорила, что мы, наша семья, зеки, что мы трудно воспитываем. Конфликт между детьми и учителем длится уже три года. Родители следили за его развитием в ужасе. Моя дитина в один такой из вечерин, когда я с ней говорила, она мне сказала, мама, ты знаешь, я лучше помру, но я не хочу больше ходить до этой учительки, потому что эти принижения, я не хочу не учиться, я не хочу ходить до школы, мне лучше померти. Другая школьница провела две недели в больнице с нервным срывом. И мать и дочь, уверяют, довела именно учительница. Устные и письменные жалобы директору не помогли. Забрать у педагога классное руководство не вышло. Группа родителей обратилась в полицию. Там в действиях женщины усмотрели признаки буллинга. С конца декабря длятся суды. На первых двух заседаниях была она на суде. Да, заседание она брала в больничный лист. Но больше всего родителей возмущает то, что в перерывах между больничными классный руководитель по-прежнему работает с их детьми. Они провели расследование. И да, они побачивают буллинг в действиях Жаны Михайловны. Но освобождение они не имеют предмет. Потому что, если... Это были слова директора. Если она ее освобождает, Жана Михайловна на второй день пойдет на нее в суд. Связаться с классным руководителем нам не удалось. Педагог не отвечает на телефонные звонки. Но в распоряжении репортера оказалась запись разговора учителя с руководством школы. Конфликт женщина не отрицает, но винит детей. Также считают и часть коллег-педагога, и некоторые ее бывшие ученики. Я считаю, что это сговор. Это провокация и сговор. Я считаю, что эти девушки позволяют себе очень много лишнего. Тем самым мешают обучению других учеников в классе. Ну и, соответственно, вызывают реакцию учителя. Охладить разгоревшиеся страсти призывают областной департамент образования. Родители приехали в Одессу с жалобой на несколько листов. Требование одно – уволить преподавателя. В департаменте отмечают под вопросом и должность директора школы. В департаменте будет створена комиссия по розгляду данного ввернула. Департамент будет изучать все основы, как проверка с dess ven帮, как проверка с ведущим可是lever своего Manuel. Как проверка с ведущими соедединирум образования. И, конечно, будет появляться с Россия должна выехать в Измаил уже на следующей неделе. На 10 марта назначено и заседание суда. Репортер продолжит следить за ситуацией.